Хм, здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Децент, и это Трансформеры Войны на Земле. Мы продолжаем у нас особый ивент. Особый ивент, посвященный Диноботу. Вот это обалдеть. Это прямо, ха, весьма недурно. Так. Вымершие враги. Называется он у нас. Две главы. Примею участие в ивенте в ближайших выходных, чтобы заполучить бойца Динобот или Динобот. Две, три или четыре звезды, а также полторы тысячи осколков, три звезды. Восемьсот осколков, четыре звезды, три тысячи премиум осколков, пять чипов, силового ядра, серебро, один чип золота и сто двадцать пять тысяч искры. Супер опыт за битву. Это обалдеть. Ну, давайте воспроизведем передачу, глянем, что же у нас там такое интересное. Передай координаты нашим навигационным группам. Подожди. Это было да? И да? Ты захватила его? Да. Он немного склонен к внезапным разговорам с самим собой. И говорит о себе в третьем лице. Это наш парень. Он приспосабливается к новому времени и пространству. В третьем лице о себе говорит. Да. Ну да ладно. Небольшие проблемы, испытываемые на начальных этапах. Но в целом, да. Просто, ну не злись, я проявил инициативу и организовал у тебя подкрепление. И, скажем так, это создало некоторую путаницу. Ты сказал динобот? Но я бы знал, если бы там был диноботом. Я динобот. Мы диноботы. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я не понимаю. Динобот не является именем. Меня зовут Гримлок. Его зовут Слак. Её зовут Слэш. Забавное имя, но всё же имя. Но Динобот это не имя. Динобот это образ жизни. Ах ты, доисторическая регрессия. В какую далёкую отсталую эпоху ты затащил меня, Праймл? Ну, это просто Прайм. О, а тут второй Динобот? А чё у него с глазом? Слушайте, он такой прищурился. Так, знаете, одну бровью поднял. Ещё Бону спросил, какого хрена здесь происходит? А-а-а, я кажется понял. Если наш Динобот, который прибыл, говорит о себе в третьем лице. То этот, наверное, видит от третьего лица, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ёла. Для полного финиша, да? Два Динобота. Первый говорил, в третьем лице второй видел от третьего лица, да? Так, ну да ладно. Мегатрон? Я твой скромный слага и всегда им буду. Каковы ваши приказы, хозяин? А вот и музыка для моих аудиоресиверов. Да. Остальным нужно стараться лучше, когда речь заходит о коленопреклонении великому. Колено что? Спинатор рад делать это, если кто-то расскажет ему, что это такое. Он имеет в виду, что хотел бы, чтобы мы унижались и в целом отдавали до него уважение и послушание его помпезности. Нет, извини, яснее не стало. Хватит, диноботы-предаконы. А динобот-предакон атакует нашу базу. Разберись с ними. Но я предакон. Мы предаконы. Ты хочешь, чтобы я напал на них? Сам? Дайте мне силу. Нет, другие предаконы. Вообще все уже так запутано. Сложно представить, как автору удается еще больше усложнить этот сгибающий сознание и скроченный во времени сюжет. Да. Ради всего святого эти предаконы. Видишь? Это команда, подкоманда десептиконов. В любом случае, все, что тебе действительно нужно сделать, это искром сати и разодрать их в целом. Просто используй свои мерки, мерзкие, хищные штучки. Ну, а что мешало сказать это с самого начала? Прочь с дороги, динобота. Маленькая раздражающая жужжащая штука. Аспинатор не похож на бота-ящерицу. Но зоркие глаза Аспинатора замечают его очень острые когти и зубы. Так что Аспинатор перестает жужжать. Аспинатор мысли вслух. Динобот наш говорит сам собой. Этот с каким-то визером на одном глазу. Здорово. Команда мечты, е-мое. Сейчас бы как бы все не напуталось. И как автору удается, как там было сказано. Ого. Нормально. Вот это здорово. Класс. Просто обалдеть. Так, ну да ладно. Глянем, что же у нас там. Так, ну коль у нас это, гешталь-то в принципе можно активировать. Да. И отправляем на 5500. Да, ну дела, конечно, творятся с этими земными войнами. Предаконы нападают на предаконов. Диноботы цапаются с диноботами. Фракция, имя, позывной. Все попуталось. Так. Здесь бы надо разделить бы. Оптимус Прайм. Ага. Во, отлично. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Надо быстрее подойти. Так. Жги! Жги! Зажег называется. Ё-моё. Ой, дела. Декс, чё-то, мне такое чувство, чё, гешталь-то выпускать что-ли не будем? Чё случилось? Оборона сильнее моего отряда. Но, видимо, слабо организованная. Блин, Оптимус. Оптимус. Оптимус, держись! Нет. Короче. Чё-то этот много себя позволяет. Во. Слушайте, вот это вот перк регенерации вообще убойный. Вы гляньте. Вообще убойный перк этот. Регенерации. Прямо это. Реген на регене. Оптимус вообще не страдает. Только от самых тяжелых травм. Надо и второму выдать. Блин, ну прям обалдеть. Ну да. Свобода это право всех живых разумных существ. Именно. О! Рейд у нас повысился. Кстати. У меня же, по-моему, бот какой-то был на прокачке. Или мне показалось. Ну-ка-с. Нет, никто у меня там на прокачке не был. Никто на прокачке не был, а надо отправлять импактора. При том, как можно скорее. Да. Такие дела. Ну, ладно тогда. Неплохая сюжетная линия, я так думаю, обещается. Во второй главе наверняка что-то должны отмочить. Причем даже снизу уже в слоу-мо пошли. Блин, как будто на Армагеддон фильм. Они идут, чтобы спасать планету, да? Взлетает. И там в слоу-мо команда идет такая. Блин, такие эти красавчики. За свободу и независимость, да? Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. Храйне вас правим с Юникроном. Пока-пока.